Да, ребята, корпус Арис вышел, поэтому за это сразу сходу ставьте свой царский лукас, и если вы хотите продолжение с паркуром, то есть я вам покажу, как этот корпус у нас уже паркурит, как, соответственно, он залетает в некоторые тайные комнаты, то просто давайте под этим видеороликом наберем 1000 лайков, и сразу же, просто, ребят, моментально в этот же день выйдет у нас следующий видосик с этим корпусом. Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал MadDriveUT, заходим, подписываемся, нажимаем на колокольчик, все оповещения, ребята, это канал по стримбам, он у нас стримит различные игры, соответственно, я зашел на пару стримчиков, они реально годные, качественные, качество звука тоже на высшем уровне, самое главное, что вы можете зайти под его ролики и в комментариях написать, какую игрульку ему следующую постримить. Ну и, ребята, как всегда, мини-конкурс от меня на 5 контейнеров, для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал MadDriveUT и в комментариях указать свой игровой никнейм, все, завтра уже будут итоги. Всем удачи, ссылочка на этот канал в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем видеоролик с тестового сервера, а это значит, что здесь кое-что интересное есть и это корпус Арис. Так, да, короче, ребята, корпус Арис у нас вышел, вот так он, соответственно, выглядит, характеристики у него вот такие, скорость, естественно, у него семерочка, это очень-очень печально, как вы, наверное, понимаете, скорость у нас у Мамонта, у Титана тоже печальная, но он все-таки, возможно, будет чист примерно как Мамонт, да, по скорости, или как Титан даже по скорости, он очень медленно, не сравнится, естественно, с большими корпусами, но вот ХПшки у него прям такие же, как и у тяжелых корпусов. Масса тоже довольно-таки неплохая и мощность имеется, и его, ребята, здесь с нами немножко поменяли. Давайте я сейчас, соответственно, вам расскажу, как и что это у нас делается, как и что это у нас мутится, сегодня именно будем, ребята, ходить по характеристикам. Я выпускал уже видеоролик с этим корпусом и были у нас некоторые комментарии от разработчиков, мол, что этот корпус у нас никогда не выйдет, соответственно, во флеш-версии, его нереально туда замутить, запихнуть, но проходит какое-то количество времени и вуаля, ребята. Этот корпус у нас появляется во флеше, да, потому что я решил сегодня зайти как раз-таки через флеш-версию, посмотреть, поглядеть, что вообще, да, как он у нас происходит, действует. Короче, ребята, главное изменение, что этот корпус у нас теперь на кнопочку поворота, он полностью истрейфит и поворачивает, то есть нет такого, что, допустим, на поворот башни он только поворачивает вот таким вот образом. И, ну, короче, это и нету темы. Теперь он управляется у нас, как обычно, соответственно, дефолтный корпус, не можно нормально играть, и это уже, так и знаете, играбельная версия. Если честно, я даже был немножко удивлен, как разработчики решили до этого все-таки дойти, не гнуть свою линию и как раз-таки не делать его таким жестким в управлении, который он был до этого. Потому что, если честно, до этого на этом корпусе можно было управлять, ребята, только-только, ребята, как раз-таки с мышкой. То есть управление, которое мы с вами привыкли, оно для него было вообще нереально. По главным изменениям, как раз-таки теперь у нас еще и заключается то, что корпус Арифс теперь у нас подрывается абсолютно на всех минках. То есть, если мы, соответственно, в прошлых роликах своих, я вам там говорил, что, блин, теперь спаси голды у нас по-любому умрут, какой-то нужно новый режим, наверное, для этого делать, и это будет фишка этого корпуса. То, что, блин, в натуре интересно, фишка корпуса у нас не подрывается на минках, и, в принципе, получается все очень круто. А то сейчас же, ну, по крайней мере, я не знаю, как это будет у нас работать. Может быть, там в некоторых ситуациях он, конечно, и перелетает на эти некоторые миночки, но, предположительно, я у нас уже протестировал, ребята, его практически 2 часа сидел, тестил для этого ролика, и он, я вам скажу, подрывался абсолютно на всех минках, которые стояли на моем пути. То есть, миночка стоит, я, соответственно, не подрываюсь. Какая-то еще миночка стоит, я тоже, соответственно, не подрываюсь. Ничего такого сверхъестественного не происходит, так как раньше он у нас теперь, ребята, не работает. С одной стороны, блин, я бы сказал даже, наверное, что это круто, да, что такое изменение у нас произошло, и что так это, соответственно, теперь выглядит, что ничего не нужно будет делать, соответственно, по поводу у нас спаси голдов тоже все ясно. Кстати, оверка, ребята, она выглядит вот таким вот способом, через флеш-версию, наносит она у нас по 500 урона, когда летит, и, соответственно, когда взрывается, тоже она там какой-то свой урон выдает, какой-то урон свой делает, и я точные цифры не могу сказать. Наверное, как дефолтно и было до этого, там 2500 или 3000, я уж точно не помню. От взрыва тоже очень много чего зависит, но как раз-таки оверка заключает в том, что ты ее наришь, она летит и убивает абсолютно всех. Если, соответственно, перед тобой стоят какие-то танчики на броне, он сносит их на ура. То есть овер работает отлично, с овером тоже никаких абсолютно проблем нету и траблов. И да, кстати, вот такой вот, ребята, овердрайв, который вы сейчас видели, вылетает в виде огромного шарика рикошета, это только через как раз-таки флеш-версию. Если вы зайдете и будете играть через HTML-версию, как у нас разорвочки говорят, правильную версию танков, то там будет, ребята, все по-старому. То есть овердрайв, каким видом был, у нас таким он и остался. То есть там все работает, там все четненько, это, скорее всего, ребята, у нас сделали чисто и исключительно для флеш-водов. И в связи с этим, я так думаю, что, как бы, корпус Арис, скорее всего, у нас выйдет даже раньше, чем до нового года. Потому что мои предположения уже были таковы, что, ну, блин, по-любому теперь разработчики будут ждать, когда полностью, соответственно, закроют у нас флеша. И только тогда они, соответственно, выпустят этот корпус, только тогда он, соответственно, у нас заедет на основные серовки, только тогда он, соответственно, там появится. Но, но, ребята, вот как бы серьезно, немножко я, как говорится, свои ожидания перевернул вспять, потому что, ну, блин, а может быть в натуре это будет работать чисто по-другому. Ой, я, кстати, попал в этого чувака, он взорвал все, урон был больше трех тысяч, неплохо, неплохо, неплохо. Я, кстати, не заметил, он был у нас на ДА-хе или не был у нас на ДА-шке? Ладно, не знаю, немножко не обратил на это внимание, стоит, наверное, тоже посмотреть. Но по характеристикам, вот именно по управляемости корпус, ребята, стал намного-намного проще, намного-намного легче. Потому что, что было, опять же, до этого, я вам, ребята, рассказываю и говорю, до этого этот корпус был мега-сложный в управлении. Но к нему можно было привыкнуть, и привыкнуть к нему прям просто было вообще на изи-пизе. Ты как бы просто едешь, просто как бы управляешь мышкой, и у тебя все получается круто. Единственное, как бы, то, что некоторые были у нас неудобства в плане чуваков, которые мышкой вообще не управляют. И, наверное, к этому они шли очень долго. Ну, шли бы к этому долго, но все-таки, раз у нас Ариса уже поменяли, раз у нас Ариса уже изменили, и, соответственно, теперь управление мышкой у нас становится необязательное. И в этом, кстати, хочется выразить небольшой такой респект разработчикам, что действительно они у нас немножко подумали о игроках, которые, как говорится, старые закалки, и привыкли играть у нас с управлением не мышкой, а вот только на клавиатуре. Потому что для меня, допустим, это просто густой лес. С мышкой мне максимально неудобно. Хоть я там знаю некоторые такие приколы, некоторые такие фишки, что вроде как с мышкой у нас можно даже поинтереснее управлять, вроде как с мышкой. Блин, я-то думал, я сейчас эту у нас яму перепрыгну, а нет? Яма, получается, я такие у нас тоже, да, не могу перепрыгивать? Единственное, как он себя ведет очень хорошо в космическом режиме, он там подлетает просто нарасти-здрасти. А так, получается, какой смысл-то в этом? Блин, но я не знаю. Вроде как бы до этого Арис у нас еще был немножко повыше. То есть до этого он вроде как немножко повыше левитировал. И там еще есть такая прям очень лютая особенность. Я вам сейчас не знаю, будет слышно или нет. Я сейчас попробую на максималку, соответственно, сделать громкость. Как он гудит, послушайте. Вы слышите, да? Как он, соответственно, гудит, как, соответственно, эта тема у нас работает. Я надеюсь, что, опять же, ребята, это было слышно. Потому что я до этого у нас сидел, играл, соответственно, смотрел и немножко удивлялся. И не мог понять первое время, минут, наверное, 40 или 30, отчего у меня этот жуткий гул в ушах. Отчего, соответственно, эта тема происходит. Почему? Такой прям неприятный звук. Вот. И это, оказывается, да, ребята. У нас была такая тема под названием гудение вот этих вот вентиляторов у этого корпуса. Кстати, я не знаю по поводу HTML. Там вроде бы у нас тоже не особо вот эти вентиляторы крутятся. Maybe, конечно, я у нас на HTML 5 сейчас не играл. Но, по идее, в теории, если разработчики у нас сделали механику вот этих вентиляторов, скорее всего, через HTML у нас все так же эта тема работает. Блин, ну, выглядит он максимально криповый. Я серьезно, я жду того момента, когда уже, наконец-таки, эта вся тема выйдет. Когда, наконец-таки, эта вся тема уже дропнется на основные серваки, чтобы его прикупить, чтобы его протестировать, чтобы, соответственно, на этом корпусе у нас немножко погонять, всякие такие фишки поделать, злпхи, не злпхи, там паркурчики с кризисом. То есть, это все дело у нас будет как раз-таки, ребята, на основных сервачках. Сегодня мы с вами, естественно, да, я пытаюсь для вас ролик еще записать с паркурчиком. Не знаю, насколько это круто у меня получится и интересно. Но, опять же, будем надеяться на то, что и будем верить как раз-таки в то, что для меня это будет просто изи-пизи сделано. Но пока управление на высшем уровне, управление сделали нам, ребят, намного, намного проще. И мне оно однозначно нравится. То есть, за управление можно поставить смелую пятерочку. Но, серьезно, 10 из 10 управлений нет абсолютно никаких претензий. Есть некоторые претензии по поводу овердрайву и, конечно, в некоторых моментах с минами. Но это, как говорится, мелочи. Ладно, ребят, вот такой вот ролик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте ему свой царский лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok